Эй, курочки, есть чё? Жаль, 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 жаль. Друзья, всем привет, с вами Никита Дилы, и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на Зелёной долине. И сверху мы вот тут можем наблюдать, как наш Камазик уезжает в полные загруженные свёколки, и везёт именно её, соответственно, на сахарный завод. Вообще, перед началом ролика, друзья, хочу сказать вам, что на канале появилась спонсорка, ссылка есть в описании, если кто-то хочет материально поддержать канал, то я подготовил для вас тут пару плюшечек интересных, кому-то они могут показаться интересными. В общем-то, почитайте, а вось кто-то вдруг захочет. А мы тогда погнали посмотрим, что у нас вообще происходит на нашей ферме. Всё как обычно у нас, 7 утра, работа кипит вообще вовсю. И начинаем мы с 16-го поля, тут у нас идёт уборка, сюда мы посеяли канолу, пацаны её убирают, будем её возить на топливо, потому что в последнее время с топляком полный напряг. Хотя я вот сейчас подумал, что мы скоро отключаем карьерный песок, точнее мы его уже отключили, и гравий нам скоро не нужен будет, и топливо нам, по сути дела, тоже особо не нужно будет нигде. Но, в общем-то, надо его сделать, чтобы оно было хотя бы для заправки техники. Далее, друзья, карьер. На карьере у нас есть 45 кубов песка, его надо отсюда вывезти и продать. И, наверное, забыть про этот карьер. Тут топливо осталось, жалко его достать, отсюда нельзя. В общем-то, сегодня надо будет забрать отсюда этот песочек. На седьмом поле мы собрали на стриме свёклу почти до конца. Тут её чуть-чуть осталось, и я уже решил, что и хрен с ней. Одну полоску. Тут, соответственно, у нас пошла пахота, только я, наверное, очень сильно забыл удобрить. Ну и ладно, потом удобрим. Да, второе поле у нас тоже на стриме вспахалось. Но посев я пока что там не запускал. Я в очень больших раздумьях, что там сеять. Далее, друзья, карьер гравия. И здесь, на самом деле, дилемма. Он у нас скоро закончит работу. У нас тут есть 105 кубов гравия. В общем-то, когда эта смена закончится, их будет там, ну, 106 максимум. 107 максимум. А нам их надо всего 120. И получается, что, ну, видимо, очень сильно придётся запускать ещё одну смену рабочих. Точнее, ещё одного работника сюда на одну смену привозить. Потому что то, что нам сейчас насобиралось, этого будет мало. 130 кубов мы уже привезли. Из 250 ещё 120 сюда надо. Но, видимо, тогда в следующей серии мы это всё сделаем. Смен короткие доски и длинные доски мы купим. И, соответственно, в следующей серии тогда уже запустим стройку плотины. Вот так вот это всё круто работает. Наконец-таки. И может, тогда мы на стриме этот песок повозим. Точнее, гравий. Хм, интересно. Далее, друзья, наш любимый пивзавод. Тут всё как обычно. 3000 литров кваса, 3000 литров пива. Отвозим на продажу. По остальному всё, никаких проблем нету. Ресурсы тратятся очень медленно. И, по-моему, очень нескоро мы их сюда привезём. А также, друзья, в прошлой серии мы приобрели сахарный завод. На стриме мы не успели его полностью забить. То есть тут были проблемы с водой. Казалось, что её до хрена сюда надо. На свёклу как-то это всё не успелось. Потому что я лошара, не запустил это делать сразу. Но сейчас сюда ездит Камазик и возит со склада свёклу. С этого поля то, что мы сделали, получилось около... Ну, плюс-минус кубов 300 где-то. Может, чуть больше. То есть, в принципе, немного. И полностью забить этот завод у нас нет никакой возможности. Кстати, тут вот палеты. И, возможно, их надо будет освобождать. Или они будут спауниться аж вот до сюда. Хрен его знает. Потом посмотрим. Ну, в общем-то, сахар и сахарная пудра производятся. Работники свою смену отпахали 8 штук. Надо будет их заменить как-нибудь. Здесь вот палеты, кстати, можно пододвинуть лишних палетов. Привёз почему-то. Что нет, тоже лишний. Ну и ладно. Потом упадёшь туда. В общем-то, на сахарном заводе тоже всё хорошо. Ну и последнее, друзья. Это наш любимый БГА. Который нам приносит, ну, не самое маленькое количество денег. Отсюда мы продаём дегистат. Зил до сих пор ездит. И у него всё нормально. Я думаю, надо будет как-нибудь взять что-нибудь, бочку для дегистата какую-нибудь побольше по размеру. Потому что по 10 кубов это такое себе кататься ему продавать. На другой конец карты. И соответственно, на самом ферментаторе, он 900 кубов силоса есть. Можно, кстати, зарядить Урала его продавать. Он у нас как раз тут стоит. А почему бы и нет? Ну-ка, Урал. А ну-ка, давай заводи свой двигатель. У тебя топлива мало, блин. Это не очень хорошо. Нанял, в общем-то, какого-то Валеру. Не знаю, понял ли он мою задачу. Я её обрисовывал миллион лет назад. Ну, сейчас посмотрим. Но тут он через триггер проезжает нормально. А вот через загрузку, что там будет происходить, я без понятия. Ещё, кстати, хороший вопрос. Насколько будут пересекаться Зил и Урал? Это хороший вопрос. Так-так-так-так-так-так-так-так. У нас тут прицеп, который нам мешает на загрузке. Надо его отсюда убрать. Да, Вася сильно. Я не придумал ничего лучшего способа, кроме как вот так вот это сделать. Ну, давай-давай-давай. Скажи, что у тебя всё получится. Ну, у тебя всё получится, отлично. Ну, и всё, катайся тогда, продавай. Или мы ещё посмотрим, да, мы ещё посмотрим, как он его продаст или нет. И да, больше всего здесь, конечно, косяк в том, что могут пересекаться Зил и Урал. Они вот здесь вот как-то я неправильно маршруты рисовал в своё время. Хотя, не, ну есть у них в любом случае точки пересечения, но без этого никак. Но здесь он, по-моему, должен прямо через триггер проезжать. Да, проезжает. Отлично. В общем-то, это всё дело работает. Надеюсь, топляка хватит, тут не так много раз ему нужно сюда съездить. Расстояние короткое. Так что тут у нас тоже всё работает, отлично. Ну, и в конце концов, друзья, я хочу сегодня купить ещё маслобойню. Здесь мы будем делать подсолнечное масло, которое нам тоже потом пригодится на различных заводиках. Сюда нужно будет привезти подсолнух, палеты и два работника. Это мы без проблем найдём. У нас же есть подсолнух. Да, у нас есть подсолнух, почти 50 кубов. Так что это всё будет нормально работать у нас. Странно, что воду сюда не надо. Это я прям удивлён. Маленькое, в общем-то, вот такое предприятие. Стоит оно около 90 тысяч. И у нас их нету. И поэтому надо как-то эти деньги нафармить. Соответственно, у нас через час, через 52 минуты нам прилетит бабло за силос. Сколько-то там прилетит. Также мы сейчас продадим пиво. Кстати, давайте с этого и начнём. Вот он наш белорусик. Пиво и квас тоже надо запустить в продажу. И ещё поедем, наберём песка и перевезём его на рынок. Там тоже что-то прилетит. Я очень надеюсь, что этого всего хватит нам на покупку этого самого заводика. Такс, пивасик, в общем-то, есть. Пивасик продаётся, квас продаётся. 48 минут. Посмотрим, сколько денег за это у нас вылится. Я, знаете ли, друзья, даже этот трактор, наверное, оставлю здесь. Или нет? А нет, друзья. И всё-таки видеомонтажик, все дела, короче, ну вы поняли. Мы сейчас находимся в карьере. И нам нужно забрать отсюда вот эту вот кучу песка. Для этого у нас есть вот такой вот замечательный масс. И есть вот такой вот замечательный прицеп. И вроде как сюда это должно всё прям влезть замечательно. Слишком много раз я слово сказал замечательно. И сейчас я ещё порядок слов напутал. Что-то да, совсем не то со мной последнее время. В общем-то, паркуем этого пацанёнка здесь. И я сюда заранее пригнал вот этот самый трактор, который у нас с посевом занимался в своё время. Есть у нас здесь фреза, которую мы на стриме купили. И с помощью неё мы сейчас этот песок загрузим в этот самый прицеп. Вроде как мощей ему должно хватать для этого. Потому что тот трактор, который здесь стоит уже давно, ему не хватает мощей. Не знаю почему. Да, всё нормально. Всё хватает. И довольно быстро он это дело, кстати, набирает. Потому что с погрузчиком мы уже наигрались. С конвейерами мы наигрались на стримах. Поэтому пришло время упростить задачу на максимум. Насколько это возможно. Но вроде всё должно влезть. Там же почти 50 кубов в прицепе. 49 по-моему было. Вот сейчас будет обидно, если самая маленькая капелька не влезет. Да, 365 не влезло, капец. Засада. Потому что масс полная, да? Масс полная. 48 кубов, да. Там было 3 с копейками и тут было 45. Ну и ладно. Я бы, честно говоря, сказал, что и фиг с ними. Смотрите, друзья. У нас есть рынок Сенатовка. И туда можно сбагрить песок. Прямо около нашего дома. 100 кубов сюда можно спокойно привезти. У нас есть 48. И поэтому давайте его туда привезём. Кстати, друзья, мы ещё можем питьевую воду продавать. Сюда вот на колонку. У нас-то её много. Она нам пока на пивзаводе только нужна. И там её хватает. Ну ладно, пока что не будем. В общем-то, чё я хотел сказать. Я хотел сказать, что мы привезли песочек. Надо его сюда как-то разгрузить и аккуратно заехать. И это не так уж и просто на самом деле. Масс этот вообще неповоротливый. Нагруженный. И всё плохо. Такс, давай заруливай. Оп. Всё, словил триггер. Пошло. Соответственно, появился у нас тут песочек. Есть триггер какой-нибудь, а? Подсказочку. Хочу посмотреть, с какой скоростью это всё дело продаётся у нас. Видимо, только через меню Global. Ну ладно. А продаётся, кстати, неплохо. 1390 тысяч литров в час. Ну за полтора дня где-то это всё продаётся. Чуть дольше. Так что будет у нас в ближайшее время доходик какой-то. Интересно ещё сколько стоит. И жалко, нигде нельзя даже посмотреть это. Ну и ладно. Так, у нас через 40, 40, 40, через 37 минут уже будет следующий доход. Я надеюсь, что там 40 тысяч приплывёт, потому что они нам нужны. Ну и видимо, пока что тогда ждём. Ну что, друзья, вот он момент истины. 7.59 утра. Наступило. Сейчас нам придёт какое-то бабло. Я без понятия сколько. И надо, чтобы пришло 46 тысяч. Этого, кстати, тоже будет мало, потому что надо будет ещё покупать палет. Хотя один палет у нас купленный есть. У нас, кстати, закончилась уборка уже. Я тут сейчас смотрю, как у нас тут с силосом дела обстоят. Деньги пришли и пришло мало. Недостаточно. 85 тысяч у нас сейчас на счету. Аж, стоп тебя. Нужна ещё десяточка. Можно, кстати, сахарную пудру продать в магазин какой-нибудь. Или на товарный склад вон вообще. И там рядом тем более. Сколько у нас тут есть этой самой сахарной пудры? Я бы мог, конечно, ещё час подождать, но мне не особо хочется. Сами понимаете. Сахарная пудра у нас 5400. Продается она по 2566. И этого, в принципе, должно хватить на 10 тысяч. Поэтому погнали её загрузим. Там как раз, по-моему, три палета должно быть. Неполных. Точнее, два полных и один неполный. Да, так оно и есть. Значит, продаём сейчас сахарную пудру. Чё поделать-то? Бабло, но надо. Загружаем это всё дело с помощью автопогрузки. По-другому никак. Закрываем и поехали. Отвезём это всё дело на наш вокзал, на товарный склад. Теперь очень хороший вопрос. Куда это всё выгружать? Тут у нас всякие поддоны стоят. Есть ли здесь поддон с сахарной пудрой? Много всего тут есть. Я думаю, это здесь должно быть. Масло, сгущёнка, консервы какие-то. Паштеты. Здесь у нас сахар стоит. Печенюшки, мороженка. Серьёзно, мороженое на улице стоит? Вы чё, охренели что ли? Оно же растает. Сахарной пудры, кстати, вот здесь не вижу. Хоть убейте. Свинина тушёная. Паштет. Гороши, кукуруза консервированная. У нас бухло какое-то стоит. Коньячок, винишко. Это, я так понимаю, молочко в палетах какое-то или кефир. Скорее всего, кефир. Мука. Всё понятно. Ладно. Но мы попробуем. Ничего ж не будет, если мы попробуем здесь высыпать. Правильно? Я думаю, где-то поближе вот к этим палетам это всё надо дело высыпать. Давайте вот так вот налево. Да, угадал. Всё, оно пошло продаваться и баблишко к нам пришло. 99 тысяч. Шикарно. Значит, мы можем покупать этот самый сраный заводик, который нам будет делать подсолнечное масло. Это здорово. Но для начала нам нужно заехать за палетами. Кстати, сколько стоят палеты, если нам ещё один купить? Туда их надо, по-моему, два. Если ещё один купить, это будет 3500 и этого нам не хватит. У нас нету столько. Обидненько. Ну и ладно. Берём тогда вот этот один. Я думаю, на первое время хватит. Тем более мы всё равно не так много подсолнуха туда повезём. Оп. Готово. Привязываем его ремнями и поехали на наш заводик. Точнее, он пока ещё не наш. Мы его ещё не купили, но скоро он будет наш. Здрасте. А мы тут вам привезли палет. Один, правда. Но я думаю, вы не сильно расстроитесь. Масло подсолнечное, кстати, будет производиться в двух вариантах. Фасованное и разливное. Разливное на производство, я так понимаю. Фасованное на продажу. Но для начала надо купить этот самый участок. Участок с этим заводом. Вот он прямо тут находится. Стоит 96 тысяч. У нас есть 97. Мы его берём. Осталось 300. Денег на палет не хватает. Хотя можно было подождать, пока ещё один прицепчик дегестата продастся. И взять сразу второй. Ну ладно. Мы этого не будем делать. Соответственно, отцепляем ремни. И давайте выгрузим сюда палет. Где он только? Надо его выгружать. Вот сюда его надо выгружать. Отлично. Это пошло. Можно тогда этого пацана пока что просто отогнать в сторонку. Вот здесь вот и стой, дружище. И кстати, работников я сюда тоже уже привёз. Поэтому давайте их тоже сразу же выгрузим. Двоих. Надеюсь, проблем с этим не будет. И они вроде как вот сюда вот должны выгружаться. Да. Давай. Двоих выгрузили. Осталось привезти сюда подсолнечник. Подсолнечник у нас на базе. Сейчас мы за ним поедем. Только вот этого пацанёнка тоже сюда вот припаркуем. Там ещё сидит два валера у нас. Один невидимый, один в кабине. Сколько сюда, кстати, подсолнечника влазит? 50 кубов сюда влазит. А у нас как раз 48 мы привезём. Так и нормально. Палетов, кстати, надо много. Это прям странно. А, палетов надо 4. Не знаю зачем, но надо в общем-то 4. И вот сюда вот мы будем загружать подсолнух. Подсолнух у нас, друзья, хранится на базе. И я подумал, что мы его повезём с помощью нашего вот этого маза. Кстати, вот этот прицеп у нас взят в аренду. Подсолнух у нас есть 49,8... Как раз почти 50 кубов, но в кузов влезет всего лишь 48. Поэтому отвезём мы 48. И потом, соответственно, этого маза оставим около карьера гравия. Потому что с помощью него мы потом в следующий раз будем гравий на плотину возить. Так что загружаемся и погнали. Отвозим это всё дело на наш новый завод. Упс, неудачно получилось. Блин, ну как так-то? Ладно, Бася сильно, ему 50 тонн поднять, это вообще как два пальца. Потому что кашу ест. Ладно, тут не 50, тут всего лишь 37,7 тонн. Но кому это интересно? В общем-то, давайте как-то зарулем. Я думаю, задним ходом надо. Как-то он нехорошо поворачивается. Мне не нравится, как он поворачивается задним ходом, этот прицеп. Почему он не выравнивается? Это не есть хорошо. Да, он неудобный. Я, друзья, конечно, не самый крутой водитель, но всё-таки что-то немножко доумею. Всё, выгружаем. О-о-о, зацепилось. И сейчас дискотека, эпилепсия, мать его. Так, это всё у нас дело зашуршало. И, соответственно, тут у нас будет производиться подсолнечное маслице. Это круто, на самом деле. Сейчас мы его сюда отгоним, потом промотаем время. Просто посмотреть, как у нас там эти поддончики будут выглядеть. Как у нас, в каком виде это всё будет делаться. Так, с вот этого пацана давайте сюда пока поставим. Потом я его отвезу уже на добычу гравия здесь рядом. Потому что он именно там нам понадобится. Всё зашуршало. Я вот люблю, когда всё шуршит, всё работает. Это доставляет мне удовольствие. Ну и что, друзья, мы имеем на этом заводе? Соответственно, скорость производства у нас 1000 литров в час. Видим, подсолнечное масло производится больше всего. Фасованное масло и жмых производятся, ну, так, медленные. Но тоже одинаково. Соответственно, вот тут у нас, скорее всего, появляется подсолнечное масло. И мы его будем возить вот этой нашей бочкой в ООО. Маленькой. Не знаю, как оно куда потом пойдёт. Я ещё не разбирался с этим. И, соответственно, на поддонах у нас появляется здесь фасованное масло. Вот в таких вот поддонах, в коробках. Оно, я так понимаю, на продажу. И жмых, который я тоже так понимаю, на продажу. Потом я точнее об этом скажу, когда оно куда-то понадобится. Я сейчас просто не помню. Соответственно, друзья, проведём мы стримец, на котором засеем поля, которые мы не засеяли сегодня. В общем-то, посвятим стрим работе на полях. Я ещё подумаю о том, что туда надо сеять. Развезём, соответственно, рабочих. И, скорее всего, повозим гравий, если останется время. А если нет, то и хрен с ним. Туда много влазит. Он может спокойно ещё одну смену отработать. И потом мы тогда за раз всё сделаем. В общем-то, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте про лосики-комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»